Правда ли, что в школы для одаренных детей поступают только отличники? Бытует мнение, что если ребенок в школе учится на одни пятерки, то сможет без проблем поступить, например, в ниш. Но на самом деле здесь есть два подводных камня. Во-первых, очень часто одаренные и талантливые дети обладают сложным характером. Они довольно плохо учатся и им неинтересна обычная школьная программа. Так дети, склонны добиваться успеха в науке, прячут свой талант и нужно очень потрудиться, чтобы раскрыть его. Во-вторых, наша практика показывает, что отличники, переходя в пятый класс, начинают терять свои пятерки. Все потому, что в начальной школе у них обычно один учитель по всем предметам, который рассматривает не его знания по математике, а в целом склонность к обучению. В школе Зерзеля мы не делим учеников на отличников и неотличников. Ведь мы знаем, что подготовиться и поступить в школы для одаренных детей можно даже имея тройки. Главное вовремя начать. Такой тщательный подход к занятиям помогает ученикам успешно сдать вступительный экзамен в 92% случаев.